В то время как любители мистификации размышляют над новыми скандальными проектами, связанными с цивилизацией майя, после того как календарь уже не актуален, учёные идут более сложным путём, изучая эту культуру материальными способами. В опубликованных данных группа исследователей на базе изотопного анализа изучала торговые отношения и взаимоотношения с животными жителей бывшего города цивилизации майя Сейбаль в Гватемале. Город Сейбаль расположен на обоих берегах реки Лапасьон на юге провинции Петен в Гватемале и имеет почти трёхтысячелетнюю историю, потому как центральные строения на главной площади города датируются 1000 годом до нашей эры, хотя город был населён лишь до 950 года нашей эры, а наибольшее количество жителей в городе было с 350 года до нашей эры по 175 год нашей эры и с 600 года по 810 год нашей эры. В эти периоды город населяло до 10 тысяч жителей. В других городах мира интенсивно одомашнивались животные и вело сельское хозяйство с целью прокормить такую ораву городских жителей, но в Мезоамерике всё больше данных указывает на то, что разведение в неволе животных и торговля ими напрямую связано с проявлениями политической и социальной силы. Что-то наподобие разведения земляных яблоков в России. Многие догадались, что речь идёт о картошке. Кстати небольшое информационно-познавательное отклонение. В Перу у инков в древнем календаре время измерялось количеством, которое нужно было для приготовления картофеля, что по нашему времени совпадало с часом. А в Боливии индейцы могли с ним ещё и поговорить перед едой, считая картофель одушевлённым существом. Но продолжим. Для того, чтобы лучше понять роль животных во времена майя, учёные исследовали изотопы углерода, азота, кислорода и стронция, потому как изотопы углерода и азота в костном коллагене могут указывать на то, чем питались животные, а именно лесной или домашней пищей, на основе кукурузы к примеру, а соответственно удерживались ли они в неволе. В свою очередь по изотопам стронция и кислорода учёные определяли были ли животные перемещены из других мест. Останки десятка собак, индюков и даже один крупный представители семейства кошачьих, согласно затопным анализам, питались на основе диеты, связанной с кукурузой. Датировка указывает на то, что собаки были одомашнены культурой майя от 450 до 300 года до нашей эры. А это самые ранние даты для одомашненных животных у культуры майя. Индейки же появляются около 175 года до нашей эры. Поэтому вполне возможно, что собак до этого разводили не только в ритуальных, охотничьих и хозяйственных целях, но и для еды, что подтверждают более ранние исследования 1994 года в других районах майя, Куэлла и Байлис, в котором подтверждено, что собак убивали и съедали после первого года жизни. Кстати, после начала выращивания индеек кости собак почти не встречаются, что может свидетельствовать о том, что в Сейбале сменились кулинарные предпочтения в пользу индеек. Однако собак использовали не только в хозяйственных и кулинарных целях. Также были найдены останки собак, датируемые 400-300 годами до нашей эры и которые были перемещены в Сейбаль за 100 километров от гватемальского высокогорья согласно изотопам Стронция. А захоронены они были возле большой пирамиды на центральной площади, что свидетельствует о их использовании в культовых целях. Кстати, помимо собак перемещали и других животных, включая топиров, о чем свидетельствует найденный зуб, а анализ показал, что животное выросло в другой местности. Существует множество артефактов указывающих на торговые связи майя, включая и декоративные изделия. Кошек около 450-350 года до нашей эры, возможно, также выращивали в церемониальных целях. В майя часто можно встретить изображения с участием представителей кошачьих и членов королевских семей. Однако представители культуры майя не переставали охотиться и на диких животных, о чем свидетельствуют останки топиров, кабанов и оленей, которые росли в дикой среде. Помимо этого были найдены останки кабанов, живших близ города в классический период от 175 до 950 года нашей эры и которые питались кукурузой, но точно нельзя определить были ли они одомашнены или просто приловчились воровать кукурузу с полей. В целом исследования демонстрируют, что майя перемещали и одомашнивали животных намного раньше, чем считалось ранее. Скорее всего, первые торговые отношения с участием животных были связаны с расширением церемониальных процессов, но в классическом периоде одомашнивание приобретает более массовый характер. Исследование важно и тем, что взаимодействие между человеком и животными играет очень важную роль в развитии общества. Кстати, уважаемые зрители, а какие животные живут у у вас дома, какие у них клички и какие интересные особенности поведения они демонстрируют. Исследование. Исследование. Исследование.